Окружи меня, Дух Святой Сегодня я хочу поговорить по поводу ошибок И про описание тоже Сегодня, не, не сегодня, а вчера Одна из программ я сделал там и об использовании Что служитель, он должен понимать, что если ты стал служителем, то ты должен готов быть Потому что тебе будут пользоваться Да, и мужик мне пишет Ну вот у тебя типа ноутбук стоит Дашь? А, точно знаю, что не дашь попользоваться, потому что выжило бы все такие Я говорю, ну тебе точно не дам, потому что ты украдешь, вы уроды все такие И мужика как понесло, его так обидел Но я что вспомнил про него В каждом слове минимум одна орфографическая ошибка Я говорю, прежде чем разговаривать с людьми, научись писать нормально Ну, ошибки такие, ну, школота так пишет Ну, буквы путают вместо Е, О, ну, то есть такой вот Читаешь и понимаешь, что парню 12 лет Хотя на аватарке мужик 45-летний И он мне такое едкое замечание в ответ, знаете Конечно, вы умники нас неграмотных не послушайте Даже если Господь заговорит Если Господь через тебя заговорит, сто пудов без ошибок будет И все поймут, что это Господь Ну, вообще лучше, лучше научиться Лучше научиться писать Все делают ошибки Все делают ошибки Первый пункт по поводу ошибок Он очень важный Все делают ошибки Не существует человека, который бы никогда не ошибался Когда я готовился, я прочитал, нашел, прочитал одну статистику Где говорится, что в среднем за один день человек принимает минимум 6 неправильных решений То есть он совершает 6 ошибок Что такое ошибка? Знаете, в нашем понимании Слово ошибка является Является размытым таким понятием Достаточно размытым И многие не понимают значение этого слова Я попробую Я попробую объяснить Чем вообще грех отличается от ошибки? Ошибка В классическом таком виде понимания Это неправильно принятое решение Неверно принятое решение Чем отличается от греха? Когда мы ошибаемся, то перед нами стоит 1, 2 и больше вариантов Из которых ни один не является четко выраженной волей Божьей Грех Это когда перед тобой стоит 1, 2, 5 и более вариантов В котором есть один с четко выраженной волей Божьей А ты выбираешь Что-то другое Разница между грехом и ошибкой состоит именно Допустим Что такое ошибка? Перед тобой стоит определенный выбор Купить тебе кроссовки, туфли Или тапочки Ну, грубо говоря Осенние Весенние Летние Зимние И как ты ни старайся, у тебя нет четко выраженной воли Божьей Даже если у тебя есть пророческое слово Какой-то пророк или тебе в видении показал, что надо покупать именно такие Ты не является четко выраженной волей Божьей Потому что ты ее еще должен понять и принять для себя Что является четко выраженной волей Божьей? Только Словом Божьей Слово Божье по поводу обуви вообще ничего не говорит Поэтому здесь вероятность ошибки достаточно большая Что не является ошибкой, является грехом Это когда Есть четко выраженная воля Божья Все, что хотите Не хочу сейчас даже придумывать Напрягся, потом думаю не буду Я думаю, вы меня понимаете И ошибаются все Я не говорю сейчас о грехах У греха существует только одно лекарство Покаяние И приходит Божье прощение Когда мы говорим с вами об ошибках Мы переходим, во-первых, на уровень как бы ниже И это совершенно из другой области Ошибка Это неверно принятое решение Где решение чаще всего принимать очень тяжело Это как уравнение со многими неизвестными И да, количество ошибок говорит о твоей духовной зрелости Чем больше у тебя ошибок, тем меньше твоя духовная зрелость Почему? Потому что у нас с вами есть Дух Святой Есть водительство Духом Святым И Бог постоянно нас предостерегает от ошибок И постоянно пытается нас направлять И в чем выражается наша незрелость? Как раз в том, что мы либо не бдительны Либо не бодрствуем над словом Либо у нас нет таких отношений с Богом Которые позволили бы нам избегать ошибок Попытка пассивного избегания ошибок То есть вообще ничего не делая Не является самой главной ошибкой Которая в итоге приводит к общему поражению Итак, нет праведного ни одного Нет ни одного человека, который был бы на 100% успешным Поэтому, когда мы с вами совершаем ошибки Мы должны четко понимать это Мы не можем Нас огорчает на самом деле, когда мы ошибаемся Огорчает И я бы даже сказал, что, наверное, нас огорчает Не то, что мы ошиблись А нас огорчает последствия наших ошибок То есть вот, когда мы завернули В какую-то сторону Я был в Грузии, да, разговаривал С Тимуре чуть корову не сбили В горах ездили Место, знаете, потрясающее там Я уговорил Тимуре заехать Там гора, на которой Бог по пророчеству святой Нины Ну, прикоснулся к царю грузинскому И на этой горе он охотился И тьма наступила такая Что он там стоял и боялся, ну, куда-нибудь свалиться И, ну, в общем, покаялся мужик в итоге И вот эта гора, она в таком месте, что там Не туристов, нет никого И мы поехали Чуть корову, короче, не сбили Такая дорога, что И корова, она увидев, ну, как бы поняв, что мы, как бы, не уступим ей дорогу Она вот, фух, на вот эту скалу прям как дура залезла И мы проехали И Тимуре говорит, корова Корова, она как нечестивый человек Она говорит, ни назад, ни в бок Никогда в жизни не пойдет Только вперед Корова никогда не уступит дороге Никогда Она движется, короче, только вперед Только вперед Вот отойти назад, говорит, все И мы дальше ехали И вот размышляли Вот как мы бываем, да Мы совершим ошибку И мы понимаем, что мы Ну, мы как бы, как эта корова Зашли в определенную дверь, да То есть, ну, неверное решение приняли И часто мы бываем такими ребятами Которые вот, ну, мы поняли, что не туда, но мы пойдем впрямь Потому что, ну, как корова-то, знаете Вот, вот и пошли, все Никак по-другому В надежде, что мы сейчас вот так, как-то так вот круг опишем, да Ну, то есть, и так далее Но мы должны понимать, что ошибка Должна быть признана Чуть дальше об этом поговорим И она случается у каждого И очень часто Вторая вещь относительно ошибок Ошибки неизбежны Как бы вы ни старались Вот знаете, я думаю, что вы меня правильно поймете Вообще, в принципе, поймете Когда мы с вами делаем ошибку какую-то Мы, ну, понимаем всю тяжесть последствий Мы прекрасно понимаем, что, к чему это приведет И мы говорим, как бы себе Или там кому-то, или друзьям Или еще кому-то Говорим, ну, как бы все Больше, ну, на эти грабли Никогда Никогда не наступлю Наступишь Ошибки неизбежны Не ошибается исключительно Бог Мы с вами говорили То есть, когда мы с вами движемся У нас еще, знаете, есть такое Такое, как бы, обольщение Мы попадаем в какую-то ситуацию, да И попадаем в ситуацию Совершаем ошибку Мы говорим, мы приобрели опыт В следующий раз Я не, ну, так не поступлю Знаете, в чем ирония? Следующего раза не будет Вот такого уже не будет Будет другая ситуация И ты опять ошибешься Ирония, даже не ирония А суть жизни И суть вот этой вот борьбы С ошибками Заключается Не в том То есть, как нам избегать ошибок Не в том, что ты приобретаешь Бесценный опыт И в следующий раз Его не применяешь А он как раз заключается В том, что наша задача Не приобретение опыта А хождение с Богом Вот это совершенное водительство Духом Святым Является единственным способом Чтобы мы избегали ошибки Но поскольку все мы с вами Не являемся людьми зрелыми И чаще предпочитаем Решать проблемы собственными силами Будем ошибаться Следующая вещь Которую я хотел бы сказать В связи с ошибками Мы имеем право на ошибку Мы не супермены Не суперкомпьютеры Не механизмы Которые Хотя даже механизм Который призван выполнять Определенный функционал Он все равно сбой дает И совершает ошибки Поскольку наши ошибки неизбежны И Бог об этом знает У нас с каждого с вами Есть право на ошибку Некоторые говорят Что существует некий лимит На ошибки То есть Вот в день там Сколько? До 7-70 раз Можно ошибиться Это очень много Человек столько не способен Ошибаться за день На самом деле Как и согрешить столько раз в день Это ну Надо быть правда суперменом Но я думаю Что у Бога Не существует Вот этого лимита На наши ошибки Потому что Ошибки делают нас Сильнее Они Они нас воспитывают Ошибки Учат нас Если конечно Мы вообще способны К обучению Если у нас есть Эта способность Если мы Да не то что способность Знаете Если мы прицелились Что наша жизнь Это не Я недавно С одним парнем Разговаривал Он говорит Что его Духовный рост Вот он понимает Духовный рост Таким образом Что я стану настолько Как это сказать Молодцом Что уже вообще Ошибок допускать Не буду Буду сто процентов В воле Божьей Находиться И так далее То есть мы свой Духовный рост Рассматриваем Как самосовершенствование И по сути Допустим От тех же индуистов Мало чем отличаемся То есть Мы ищем Самосовершенствование Вместо того Чтобы искать Водительство Духом Святым И Бог Дал нам Право на ошибку И на это У него есть Две причины Первая Я уже начал Говорить Что ошибки Нас учат Ошибки Нас тренируют Ошибки Дают возможность Понять Увидеть Собственную Несостоятельность И начать По-настоящему Полагаться На Господа Второе Ошибки Позволяют Нам Двигаться В жизни То есть Совершать Правильные поступки И я попробую Объяснить Что я имею ввиду Когда мы Совершаем ошибку Мы становимся Перед определенными Дилеммами Которые нам нужно Обязательно Разрешать Первая же Дилемма Как быть дальше И она Всегда требует Разрешения Если мы Убежим От этого Спрячемся Мы Никаким образом Никуда Далеко От этой Проблемы Не ведем Ровно до того Момента Пока Пока Она Не будет Разрешена Ровно До того Самого Момента Пока Эта Проблема Не Нами Не будет Разрешена И Бог Будет Нас Таким Образом Учить Он Будет Показывать Нам Что Нам Просто Необходимо Возвращаться К тому Моменту Когда Были Совершены Ошибки Исправлять Вторая Вещь Ошибки Приводят К пониманию Того Что Мы Должны Ну Вот Этот Карбланш На Ошибки Он Дает Нам Возможность Не Останавливаться В нашем Движении Ошибка Есть Две Вещи Которые Вообще Способны Человека Остановить Движение За Богом Это Грех И Ошибки По сути Они имеют Родственную Природу Мы Совершаем Ошибку И у Нас Две Реакции Мы Либо Ах Вы Так Ладно И Мы Бросаем Либо Вторая Мы Впадаем В само Суждение Говорим Я Недостоин Так Вот Бог Давая Нам Право На Ошибку Зная Наш Несовершенство Зная Что Мы Не Способны На Самом Деле На Жизнь Полную Совершенство Дает Нам Право Ошибаться Дает Право Ошибаться И На Это Есть Тоже Причина Для Меня Она Достаточно Важная Почему Потому Что Я В Своей Жизни Убедился В Том Что Бог Потрясающе Умеет Исправлять Наши Ошибки Он Умеет Не Просто Исправлять Как ты говорил Фразу Которая Мне Очень Нравится Слава Богу Что Он Любые Наши Ошибки Способен Превратить Свои Благословения И Часто Мы Не Понимая Что Происходит Совершая Ошибки Попадая В нелепые Совершенно Ситуации Или Трудные Тяжелые Какие-то Тесные Обстоятельства Мы Попадаем Туда Для Определенной Цели И Эти Ошибки Они Нас По сути И Наверное И Приводят В результате К Победе Что Делать Ну Я уже Сказал Что Нам Очень Важно Нам Очень Важно Понимание Сути Ошибок И Понимание Того Что Без Этого Мы Никак Не Сможем Прожить Я Не Уверен Будем Лим На Небесах Такими Как Сейчас Может И Нет Может Мы Не Будем Уже Совершать Будущем Ошибок Знаете Еще Одна Вещь Которую Я Заметил Чем Старше Ты Становишься Чем Чем Больше У Тебя Ответственность Тем Серьезнее Ошибки И Выше Их Цена И Вот Определенный Срок Который Дан Нам Богом Вот Эта Школа Жизненная На Которую Мы Обижаемся Часто На Бога Почему Ты Нам Не Дал Такую Ответственность Почему Ты Не Дал Нам Вот Эту Ответственность Почему Ты Сдерживаешь Мои Дары Потому Что Как Только Бог Тебя Поднимет Цена Ошибки Возрастет И Возможно Ты Сам С Этим Не Справишься И Возможно Пострадают Другие Люди И Ты С Этим Не Справишься И Поэтому Бог Перед Тем Как Доверить Нам Что То Он Нас Тренирует На Кошках На Этих Мелких Вещах Нам Кажется Да Нам Кажется Что Те Ошибки Которые Мы Совершили Они Просто Гигантские Невероятные И Это Так Плохо И Все Это Невозможно Но Поверьте То Что Сегодня С Нами Происходит Это Просто Детские По С С Ошибки Которые Одно Дело Когда Ошибаются Пасторы Не Знаю Моего Уровня А Другое Дело Когда Ошибается Пастор Уровня Билли Грэма Поэтому Когда Мы С Вами Говорим Об Ошибках То Мы Мы Как Б Находимся На Таком Тренировочном Поле Что Делать Чтобы Ошибки Не Были Напрасными Чтобы Они Приносили Позитив Приносили Определенного Роду Пользу И Мы Могли Действительно На них Учиться Первое И Наверное Самое Главное И Самое Наверное Трудное Состоит В том Чтобы Признавать Свои Ошибки Первая Реакция Любого Человека Который Поступил Неверно В той Или Мере Мы Пытаемся Найти Виноватого Или Какой-то Оправданец Которая Сделала Нас Более Привлекательными Что В глазах Бога Может Каких-то Других Людей Мы Начинаем Оправдываться В 27 главе 13 стих Притч написано Скрывающий Свои Преступления Не будет Иметь Успеха А кто А кто Сознается И оставляет И тот Будет Помилован И ключевое Ключевое место Ключевое слово Здесь Сознается Тот Кто Признает Что Он Не прав К сожалению У нас Почему-то В христианских Кругах Ну Как бы Осознание Своей неправоты Признание Этой неправоты Не является Чем-то Заслуживающим Внимания То есть Редко Можно услышать Слова Извините Я был Неправ Человек Признает Что он Неправ Мы Запросто Признаем Что мы Накосячили Что мы Ошиблись Но Признать Это А вот Выйти И сказать Я Я Неправ Для нас Это Очень Сложно И я Думаю Что Это Одна Из Таких Баррикад Что ли На На Нашем Пути Нам Очень Важно Научиться Признавать Эти Ошибки Потому Что Ее Признание Это Уже Путь К К Изменению Это Уже Путь К Определенного Рода Освобождению От Последствий Даже Ведь Я Уже Начинался Говорить Мы Боимся Стесняемся И пугаемся Нисколько Собственной Ошибки Сколько Последствий Вот Этого Пути На Который Мы Свернули Так Вот Признание Ошибки Это Начальный Этап Возвращения В исходную Точку То есть Изменение Чего То И Это Очень Важно Только Признание Приведет К Осознанию И Как Итог Принесет Пользу По Другому Мы Пойдем На Второй Круг До Тех Пор Пока Ты Не Признаешь Ошибку Ты Будешь Ходить Как Лошадь Или Палки Привязаны Молодь И Будешь Всегда Возвращаться К этому Красному Флажку Ты Будешь Постоянно Возвращаться К одному И тому Же Искушению До Тех Пор Пока Не Разрешишь Эту Проблему До Тех Пор Пока Ты Не Признаешь Да Я Хожу По Гру Куда И К сожалению Многие Из Нас Многие Очень Многие Мы Тратим Жизнь На Круговые Движения Мы Думаем Что На Следующем Круге Это Вопрос Не Будет Нас Просто Пронесет Да Вот Это Прекрасное Слово Пронесет Поверьте Не Пронесет Вот Эта Школа Жизни Она Будет И Ты Опять Совершишь Ошибку На Том же Месте Таким же Самым Образом Но Уже Будет Немножечко Посложнее А Потом Будет Еще Посложнее А Потом Будет Еще Посложнее Вот Первая Ошибка Она Самая Наверное Трагичная Но В то же Вот Чем Еще Отличается Ошибка От Греха Грех Необходимо Исповедать И Покаяться Ошибку Нужно Открыть Признать И И Исправить Это Важно Это Важно Неисправленная Ошибка Она Приведет К Изменению Структуры Жизни К Изменению Взаимоотношений Она Приведет К изменению Вообще Обстоятель Жизни И Как правило Не Не в лучшую Сторону Не в позитивную Сторону Некоторые Говорят Но я же Попросил Прощения Нет Я очень хорошо Помню Один урок Который Мне преподнес Один мой Хороший Друг Моя христианская Молодость Я попросил У кого-то Я уже даже Не помню О ком речь Нет Попросил У кого-то Наушники Знаете На них Такие Поролоновые Штучки Я ее Потерял И Вернул Извинился Конечно Что Вернул Без этой Штучки И тот Брат Которого Я брал Подошел Подошел Вот мой Друг Я сказал Ты должен Исправить В то время В те годы Наушники Такие Это было Крутяк Взял у человека И отдаешь А где я возьму Правильно Сделать это Пойти И Восполнить И Это был тот урок Когда я понял Что любого рода ошибки Нужно обязательно Исправлять Нужно Двигаться Действовать Прилагать Определенные Усилия Могу Привести Самый Такой Банальный Простой Пример Чтобы вы поняли Долг Долг Это Это ошибка Это неправильно Ее нужно будет Исправлять То есть Выплатить Итак Для исправления Ошибки Существует Всего Лишь Три Три Способа Многие Могут Говорить Что их существует Больше На самом деле Нет Только Три Как бы Мы не Придумывали Что есть Там Такой Способ Еще Такой На самом деле Их Только Три Перед тем Как я буду О них Говорить Маленькая Ремарка На эту Тему Не Всегда Уместно Моментально Исправлять Бежать Ошибки Иногда Должно Пройти Определенное Время Для Этого Опять же Нужна Либо Мудрость Либо Водительство Духом Святым Итак Первый Способ Исправления Ошибок Я его Называю Ремонт Это Когда В результате Нашей Ошибки Был Нанесен Какой-то Ущерб То есть Мы Что-то Поломали Для Того Чтобы Исправить Ошибку Мы Должны Это Починить То есть Приведение Ситуации Отношений Вещей В состоянии Предшествующие Нашему Что Нужно Нужно Остановиться Помолиться Подумать И Посмотреть Что Необходимо Сделать Для того Чтобы Вернуть Починить Эти отношения То есть Вернуть Пред Предыдущие Состояния В прежнем Но Есть Еще Сверхзадача Есть Еще Сверхзадача Она Для Не знаю Там Особо Совершенных Сверхзадача Состоит В том Что Любой Конфликт Может Быть Результатом Извините Любого Конфликта Может Быть Две Вещи Первая Яма В Которую Ты Попадаешь И Соответственно Начинаешь И ты Страдать От этого Движения Либо Трамплином И Все Зависит Исключительно От нас Попадаем Мы в яму Либо Это Самосожаление Либо Наоборот Обида И так далее Либо Трамплином То есть Что значит Трамплин Это Когда Ты Нацелен Не просто На восстановление Отношений До прежнего Состояния Но ты Нацелен На то Чтобы Сделать Их Лучше Чем Они Были До Этого То же Самое Касается Вещей То же Самое Касается Ситуаций То же Самое Касается Совершенно Всего Комплекса Последствий Наших Ошибок Второй Способ Второй Способ Исправление Ошибки Я Называю Замена Это Когда Твоя Ошибка Привела Не просто К поломке Чего-то А к утрате И утраченное Необходимо Заменить Аналогично Замена Может быть Адекватной То есть Точно Такой же Как Утерянные Например Сломали Велосипед Надо Вернуть Такой же Такого же Цвета Той же Марки Сорт Вид Цвет Запах И Навигатор Тот же Сам Это Замена Замена Может Быть Более Дорогой То есть Ты можешь Заменить Велосипед На что-то Более Ценное Что Не допускается Это Замена Велосипеда Чем-то Менее Качественным Например Вы Сломали Юрчика Велосипед До такой Степени Что он Никуда Не ходит И Прикатили У нас Там где-то Есть Велосипед Для инвалидов Трехколесный И Сказали Юрчик Какая тебе Разница Тут Велосипед Да И тут Велосипед Это Это Неправильно Замена Это Всегда Всегда Компинг Можно сказать Замена Или Там Еще что-то Но Вы Аналогичные Вещи Должны Если Мы Ошиблись Это Привело В результате К Не знаю Там Утрате Каких-то Вещей Их Нужно Вернуть И Наше Понимание Знаете Какое Я же Не Украл Правильно Но Как бы Мы С Вами Не Говорили Если Потеря Произошла В результате Наших Решений Наших Действий Мы Все равно Ходим С чувством Вины И Это Будет Продолжаться Ровно До Того Момента Пока Эта Ошибка Не Будет Исправлена Третий Способ Это Компенсация Допустим Результат Наших Решений Наша Ошибка Приводит К тому Что Мы Что-то Утратили И Заменить Невозможно Заменить Просто Невозможно Мы Сломали Какую-то Вещь Которая Является Раритетной Потеряли Продали Деньги Пропили Неважно И Эта Вещь Больше Не Существует То Тогда Есть Третий Способ Компенсация Компенсация Может Быть Как Финансовый Так И Ну Если Мы О вещах Говорим Так И Натурально Я Помню В детстве Смотрел Фильм Индийский Где Там Один Парень Случайно Убил Другого И Из чувства Вины Пошел В семью Убитого И Стал Как сын Заменился Да Конечно Такой Сопливый Индийский Фильм Но Суть Его Как раз В том Что я Говорю Компенсация Она 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 Просто Необходима Но Это Уже Знаете Такой Крайний Случай Как Мы Можем Компенсировать Там Результаты Наших Ошибок Я Не Могу Вам Дать Какие-то Рецепты Но Я На Сто Процентов Знаю Что Вот Эта Попытка Исправления Да Она Она Должна Быть Вот Такой Трехступенчатой Признали Ошибку И пошли Исправлять Либо Ремонтируем И восстанавливаем Либо Меняем Заменяем Или Компенсируем И только После того Как ошибка Исправлена Мы Приобретаем Опыт И Возрастаем Духовно Примерно Примерно Так И Последнее Что я Хотел Вы Сказать В связи С ошибками Все Очень Здорово Все Очень Хорошо Но Есть одно Существенное Исключение Из правил Некоторые ошибки Исправить Нельзя Просто Невозможно Просто Реально Невозможно Не Починить Не Заменить Не Компенсировать Что Это За Ошибки Ну Во-первых Это Лишение Жизни Какого-то Как бы Мы С вами Не пытались Компенсировать Это Я Не Представляю Себе Чем Это Можно Чем Это Можно Компенсировать С Андрюхой Разговаривал Когда он Только Право Получил Летал Как Джигит Сумасшедший И Мою Машину Чаще Всего Бил Минон Куда Врежется Куда Улетит То Еще Что То Еще Но Андрюхе У него Характер Такой Он Всегда Компенсировал Всегда Сам Ремонтировал То есть Он Молодец Но Продолжал Летать У него Мозг И мы Как-то Ехали Я не Помню Куда Я говорю Андрюхе Ася Ты Убьешь Что Ты Ближ Например Бампер Поломал Колесо Помню Мне Диск Сломал Хорошо Ну Это Как Можно Там Напрягся И Разрешил Проблем А Если Ты Убьешь Кого Что Ты Будешь Делать Я Помню Посмотрел На Него Увидел Как До Нем Дошло Полегче В жизни Потому Что Не Все Ошибки Можно Исправить Второй Вид Ошибки Это Блуд Я Сейчас Не Говорю О Том Что Это Грех Но Это То Что Не Исправишь Это То Что Никаким Образом Не Исправишь Это Когда Я Говорю Блуд Я Имею В В В Даже Знаете Нисколько Там Собственно Сексуальные Отношения Сколько Наверное Девственность Некоторые Думают Ну Это Какая Что Что Такой Ерунда Правда Но Последствия Достаточно Серьезные Это То Что Ты Уже Цела Знаете Как На Иврите Переводится Это Слово Сейчас Не Помню Как Оно Зачем Если Целостность Если Целостность Нарушена То Ты Уже Ничем Не Установ И Поверьте 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 Мне Это Одно Из Самых Страшных Потерь Какие Вы Можете Понести Третье Это Предательство Любое Действие Направленное Против Другого Человека Может Быть Исправлен Кроме Этого Кроме Этого Я Знаете Долго Размышлял Вот Почему Почему Петра Бог Простил За Предательство А Иуду Нет Спросите Почему Я Так Решил Потому Что Бог Петру То Сказал Об Этому А Иуда Удавил И Я Понял Что Это Достаточно Такая Глубокая Вещь Четвертое Что Является Фатальной Ошибкой Которую Нельзя Исправить Это Окультизм Окультизм Приносит Жизнь Человека Осквернение Это Знаете Это Как Взять В стакан Чистой Воды Добавить Там Ложку Мочи Еще Окультизм И Это Уже Не Навсегда Я Наблюдал Наверное Во всех Случах Люди Которые Столкнулись В своей Жизни С Окультизмом Уже Никогда Не Выправляют Свои Судьи Даже Приходя В церковь Они Станутся Верующими Все Хорошо Но Вот Это Вот Как бы Это Сказать Вот Этот Налет Что Ли Окультного Он Сидит Внутри И все У нас Церковь В Москве Помню Были Люди Они Уже Верующими Были Они Все Ходили Энергию Мерили И у них Всегда Разговоры Такие Знаете О глубине Духовных Переживаний И так далее Я когда Слышу Когда люди Говорят Ой Как это Вот Так Глубоко Задело В духе Я Сто процентов Знаю Что где-то В прошлом У них Есть Окультная Практика Сто процентов Когда Вот эти Сверхчувствительные Товарищи Которые Видят Там Что-то Где-то Всегда Всегда Есть Ну и люди Затронутые Окультизмом У них Повреждается Внутреннее Зрение Исправить Это уже Практически Невозможно Знаете Эти люди Видят Мир Исключительно В негативном Свете Это Обличители Это Люди Видящие Негативный Духовный Мир За твоей спиной И так далее Не обязательно Увидят за тобой Беса Но никогда Не увидят за тобой Бога И даже Если они Верующие Даже если Они вообще Молодцы Вот этот налет Он все равно Будет оставаться Негативом И пятое Самое Наверное Последнее Что невозможно Исправить Это зависимость Всевозможная Как говорят Алкоголиков Бывших Не бывает Нет Я пока еще В жизни Ни одного Не встретил Бывшего Да Да Кого сын Освободит Вот истинно Свободен быть Я раньше Знаете Как думал Вот Был в Америке На На показательном Меня водили Просто показать Встречу Анонимных Алкоголиков Выходит Ну парень Ну как парень Дядька уже Такой Говорит Здравствуйте Меня зовут Он Так-то Я алкоголик Уже 23 года Не пью Я думаю Как Не вопрос Даже не зачем Ходить А вопрос Ну почему Себя алкоголиком Называть Но Вот эти Анонимные Алкоголики Это Как бы Движение Это христианское То есть Начинается И одно Один из Постулатов Который у них Есть Бывших Не бывает То есть Ты Однажды Попав В сети Ты будешь Находиться В искушении В этом Вот в этой Сфере Всегда Это зона Риска Твоя И ты Четко Должен Понимать Что ты Алкоголик Но ты Свободен Тут Как мы Грешник Но прощенный По благодати То есть Человек Осознает Понимает И он понимает Что он прощен Очищен Освобожден Но как только Ты выходишь Из-под покрова Божьего У тебя Сразу Появляется Сразу Появляется Один риск Причем Вот именно В той сфере В которой Разговаривал С одним Братом Который Которого Репцентр И Его Ну как бы Статистика Она очень Такая Дручающая 95% Реабилитантов Возвращают Ремиссии У них То есть Ну освобождение Во время прохождения Реабилитации Больше 70% Ну получает Освобождение 90% Из них Вернутся К прежней Жизни Из них Только 20% Вернутся Назад В репцентр Я сейчас Ну как бы Не ставлю Все целью Каким образом Помочь Людям Справляться С этим Я считаю Что выход Всегда есть Я говорю о том Что зависимости Любого рода Оставляют Никакую Зацепку Что ли Внутри Человек Я Больше 20 лет Бросил Курить И Поверьте Нет у меня Никаких Предпосылок Потягушек В ту сторону Когда начинается Какой-то Психоз Какие-то Нервы Я отчетливо Слышу Запах Табака Даже там Где его быть Не может И четко Понимаю Что приходит Приходит Искушение То есть Когда мы Попали В ту или иную Форму Зависимости Мы как бы Подвергли Вот эту Сферу Своей жизни Порабощению Что ли И Теперь должны Четко Понимать Что Скорее всего Исправить Это уже Не получится Нужно Уповать На Бога Бодрствовать Молиться Как мы Преодолеваем Ошибки Я уже Сказал Как не Вляпаться Учиться Ходить За Богом А с Некоторыми Вещами Придется Жить С Некоторыми Вещами Придется Жить Саша Этот Какого Францевич Да Когда мы С ним Разговаривали Пришел Говорит Спасите Меня И У него Четкое Вот Ну как бы Осознание Собственной Ничтожности Меня Вытащили Мне Помогли А я Опять Пошел Конечно Помогут Конечно Бог Будет Бог Будет С ним Но Ему Нужно Было Избегать Зона Искушение Когда Последний Раз Разговаривали Он говорит Зря Я сюда Вернул Сразу Попал Старое Окружение В зону Искушения И Не устоял И так Мы имеем Право На ошибку Мы не должны Когда речь идет О созидательном Каком-то Движении Мы должны Помнить Что ошибки Учат Нас Что их Можно Исправить Но не все И знаете Даже те ошибки Которые Исправить Просто Невозможно Они делают Нас Другими Это очень Сильно Сокрушает Сердце Это очень Сильно Помогает Смирению Очень Сильно Учит Нас Смирению Знаете Я раньше К смирению Относился Примерно Так Что ты Принимаешь Решение Я буду Смиренным Что значит В нашем Понимании Быть Смиренным Это Не быть Гордым Не гордиться Не превозноситься Это легко Но Смиренность Смирение Перед Богом Это наверное Другое Исайя Очень хорошо Об этом Говорит Что Сердце Смиренное Оно сокрушенное Оно Сломанное Оно разбито Сломанное Поломатое И Богу Очень важно Чтобы Наше сердце Было В определенном Правильном Положении Перед Вот Наверное Все Что я хотел Сегодня Сказать Славянская Миссия Работает Более Чем В десяти Странах В основном Это Исламские Страны Центральной Азии Мы Уверены В том Что Современная Миссионерская Стратегия Должна Быть Изменена Почему Мы так Считаем Дело В том Что В современном Мире Нет ни одного Государства В котором Не было бы Церкви Другое Дело Когда Наши Церкви Находятся В разном Положении Как Под Политическим Так И Под Религиозным Давлением И Имеют Разные Предпосылки Для развития Но Я Уверен Что Местные Христиане Смогут Сделать Гораздо Больше Для Благовестия Для Спасения Погибающих Нежели Любые Иностранные Миссионерские Программы Поэтому Наша Миссия Работает Исключительно По Поддержанию Укреплению Росту И развитию Поместных Церквей Мы не устраиваем Собственных Служений Собственных Программ Все наши Программы Направлены На укрепление Рост Поместной Церкви И когда Местные Христиане Наученные Подготовленные И поддержанные Идут И несут Евангелие Туда Где оно Еще никогда Не звучало Это происходит Гораздо Быстрее И эффективнее И что Немало Важно Намного Дешевле Для достижения Этих целей Мы проводим Всевозможные Программы От конференций Для пасторов И служителей От миссионерских Школ До Тематических Конференций Мы готовим В данный момент Видеошколу Которую Переводим На 4 языка Эта Видеошкола Будет проходить В нескольких Странах Туда Куда мы Не можем Часто Ездить Мы посылаем И обучаем Миссионеров Которые Едут Как в краткосрочные Так и в долгосрочные Миссионерские поездки Вы можете Стать партнером Миссии Мы нуждаемся В волонтерах Мы нуждаемся В финансовой И молитвенной Поддержке Напишите Напишите нам На e-mail Который Здесь Чуть ниже И мы Сможем Более Конкретно Пообщаться С вами О том Как именно Вы сможете Принять Участие В миссионерском Служении Славянцев 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 Продолжение следует...